В общем, вот мы находимся. Это академия. Здесь музей. Сейчас пойдем в музей, покажу вам, как это все выглядит. Здесь вот появляется семью. Вот такие значки здесь. Тоненты, наряды, звезды. Вот все, что связано с Эмми Волинхаус. Это ее призы. Это все ее наряды, когда она выходила. Девочки кайфанут. В чем и когда она была одета. А вот ее заметки. Можно поиграть как диджей. Сейчас мы начинаем нашу историю по этой замечательной номинации в музее Грэмми. Вход в него, кстати, стоит всего 15 долларов. Вы можете с легкостью его посетить. В течение недели перед номинацией Грэмми проходит очень много прем-патии. Самые лучшие музыканты со всей планеты съезжаются в Лос-Анджелес. Поэтому это тоже очень крутая движуха. Для тех, кто не знает, вот вам еще информация. И, конечно же, автопати. Самые крутые, которые проходят в воскресенье после самой номинации. В общем, это специальный инициатор, который он показывает все моменты, все моменты, все моменты, хаос, как он получал из своей Грэмми. Следующий этаж. Здесь уже можно посмотреть, какой год пригружается. Раз. Кто выиграл в лучшие записи. Здесь, опять же, наряды разных популярных людей. А вот мой любимый Дафт Панк. Это их обувь, в которой они были. Мартин Мейсон Маржелла. Это видео, как производит сам этот граммофон. С чего он состоит. Константин нашел себе гитару и шляпу. Да. Ха. Вот она. Конечно, хороший стиль у парня был. А вот рубашка ловится Пресли. В общем, мы уже приехали на Грэмми. Лена здесь. Константин что-то там разруливает. Грэмми состоится. Это точно, да. Еще мы уже прошли. Мы на красной ковровой дорожке находимся. Вот этот билетик. Заветный. На Грэмми. Сегодня будет весело, я чувствую. Нон-стоп интервью. Какие-то движуха. Постоянные. Все танцуют. Все общаются. Все. 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 За это. Кройте. Ребята. В первом здании Microsoft Office Center, это Pre-Party Grammy. И сейчас будут награждать всяких электронных музыкантов и разные интересные музыкальные жанры тоже. Поэтому идем сюда смотреть, что происходит. Вот это Microsoft, здание, в котором идет первая половина Грэмми, которая, кстати, по телевизору не показывает. Здесь номинации «Латина», «Электронные», «Атисты», «Вообщее» и разные жанры тоже. Это огромное здание, одно из трех. Здесь просто все чилят, общаются, болтают. Стэмплс-центр начнется, самое главное награждение, которое вы все смотрите по телевизору в 5 часов вечера. А пока все общаются, отдыхают, тусуются. Субтитры создавал DimaTorzok В короче, в очередь идем в следующее здание, на основную номинацию, которую вы увидите по телевизору. Но также здесь сейчас проходит собрание людей, которые сожалеют о смерти Коби Брайана. Это гениальный, гениальный баскетболист. И вот здесь все постеры с ним. Сегодня, к сожалению, он разбился на своем частном вертолете. Вот. Так что, с одной стороны, это праздник Грэмми, с другой стороны, это печальное событие, смерть замечательного великого баскетболиста. Вот так вот. А мы идем дальше. Короче, перемешка. И звезды, и обычные люди все висят. Точнее, обычных людей здесь нет вообще. Чтобы вы знали, на время билеты не получить, и все из инстрии только будут получить эти билеты. В самом низу будут сидеть все звезды. Вот так вот это все выглядит. В доме, в доме, в доме Коби Брайан. Коби Брайан. Коби Брайан. Коби Брайан. Вот и закончилась рейминация. Я, конечно, поражен. Верялись четыре. Четыре награды животных. Это топ. Она легенда теперь. Но она и так была легенда, теперь с точно. На этом Грэмми не заканчивается, автопати начинается, поэтому мы идем на автопати, посмотрим, что там. Короче, вот такой вот новогодний корпоратив. Субтитры сделал DimaTorzok